Потребительский тест драйв Потребительский тест драйв Я видел только на улицах города автомобилей достаточно много Но прошлый Ford Kuga меня особо не привлекал Потому что у него, как я считаю, не было какой-то харизмы Не было агрессивности То есть он был недостаточно мужественным, на мой взгляд Что мы видим на передней части автомобиля? Сразу в глаза бросается большая шестиугольная фальш-решетка радиатора Которая придает автомобилю агрессивность Далее фары, плавно перетекающие в крылья Которые уже оснащены светодиодными ходовыми огнями Биксеноновыми линзами В бамбере встроены противотуманные фары Также здесь встроены парктроники Которые у нас также располагаются сбоку автомобиля Я так думаю, они нужны для помощи при парковке автомобиля Потому что данный автомобиль установлен так называемым автопилотом Парковаться он может как на параллельную парковку Так и перпендикулярную парковку Сегодня мы обязательно это протестируем Как работает у нас автопарковщик Сбоку автомобиль также имеет интересный дизайн Это какие-то линии, которые идут вдоль кузова То есть начиная от вот этого молдинга Пластиково-хромированного Перетекающий плавно в ручку передней двери И уходящий в ручку задней двери Который затем уходит в задний фонарик Также здесь у нас установлены сразу повторители поворота в зеркалах И здесь снизу у нас еще стоят в зеркалах фонарики вежливой подсветки То есть когда мы открываем двери У нас загорается здесь фламочка Низ двери у нас идет, закрывается за порог Что соответственно помогает нам не испачкать ноги Вот такую плохую погоду, которую у нас сегодня На автомобиле уже установлены рейлинги Данный автомобиль у нас в максимальной комплектации И что бросается в глаза при всей прогрессивности автомобиля Прогрессивности дизайна, современности автомобиля В глаза бросается вот этот лючок бензобака Который у нас открывается с пальца То есть не с кнопки из салона, а с пальца Но зато бензобак автомобиля у нас оснащен системой Изи Фул Что как бы помогает заправить автомобиль намного быстрее Без каких-либо лишних телодвижений То есть мы открываем лючок Берем заправочный пистолет Сразу вставляем сюда, здесь у нас пробка, которая автоматически открывается пистолетом Бензин заняли и соответственно убрали пистолет Повесили на колонку, поехали дальше Возможно исходя именно из соображений быстрой заправки Здесь и установлена такая крышка лючка бензобака Чтобы открывать пальцем Вот мы перешли к задней части автомобиля И что мы можем наблюдать здесь Здесь у нас уже установлена камера заднего вида Можно прогнозировать заранее Как припарковать автомобиль задом Две большие выхлопные трубы Но скорее всего это у нас идет насадки фальш трубы Потому что внутри труба имеет немного меньше диаметра Также естественно установлены парктроники Которые переходят на бок автомобиля Также это нужно для автоматической парковки Фары переходят плавно на крылья В целом дизайн достаточно симпатичный Также можно сказать Корма автомобиля повторяет перед по агрессивности Что поддержит общую концепцию автомобиля Автомобиль выглядит достаточно мужественно Достаточно интересно Выходя из супермаркета с покупками Когда у вас заняты руки Вы можете открыть дверцу багажника Простым движением Вуаля Данный багажник имеет объем 406 литра Что вполне достаточно для городского автомобиля Мы здесь имеем полочку Которую у нас достаточно удобно и понятно Можно закрыть и открыть Полноразмерное запасное колесо На шнапованном диске Органайзер, где у нас находится домкрат И другие инструменты Если мы сложим задний ряд сидений То фальш-панель багажника нужно будет поднять Чтобы у нас был ровный пол То есть вот достаточно все просто и легко делается Спинки сидений у нас снимаются с помощью рычажков Которые у нас расположены по бокам сидений Выглядит это следующим образом Вот полностью сидение сложилось в ровный пол С обратной стороны сидение имеет точно такой же рычажок Ну и вот при сложных сидениях мы получаем ровный пол Данный автомобиль у нас уже является не только городским Но также является автомобилем для активного отдыха Можно сесть на рыбалку и на охоту Конечно, это не полноценный внедорожник На нем лучше не залазить какую-то пашню и так далее Но по пересеченной местности В принципе на данном автомобиле можно свободно передвигаться Он имеет достаточный клиренс Для того, чтобы ездить по российским дорогам Крышка багажника у нас также автоматически опускается С помощью данной клавиши Все опускается с нормальной скоростью То есть вы успеете отбежать Автомобиль имеет такие массивные ручки Что очень удобно Имеется катафотик для открытой двери на трассе Чтобы водители, которые едут в темное время суток Были предупреждены Что сразу бросается в глаза в данном автомобиле Это вот эти пластиковые боковые накладки Если вы знаете, в большинстве современных автомобилей Данных изысков нет Мы рассматриваем автомобили до 2 миллионов рублей Здесь же компания Ford позаботилась Облагородила внешний вид дверей То есть полностью даже в таких мелочах Вот мы и переместились в салон Хочу сразу отметить, что сидения очень удобные, мягкие В современных автомобилях обычно сидения жесткие идут Здесь же садишься, прям вот, ну, очень расслабляешься Очень мягко Мне это очень понравилось И это очень заметно на фоне других автомобилей Я не буду сравнивать с другими автомобилями Не буду называть марки и так далее Я просто скажу, в общем, сидения здесь просто отличные Мне очень нравится Дальше по эргономике Все находится в достаточной близости Для того, чтобы дотянуться, что-то переключить и включить Пластик здесь в дверях мягкий Панель тоже пластик мягкий То есть все достаточно приятно Все выглядит дорого Что хорошо Имеем такой удобный кожаный руль Кожа здесь хорошая на ощупь На руле имеются под рулевые переключатели Автоматической коробки передач Слева видим блок управления круиз-контролем Справа блок управления мультимедиа И слева блок управления бортовым компьютером В автомобиле установлены отличные комбинации приборов Видно отлично стрелки Я думаю, что ночью будет не хуже Но от стрелки, что подсвечивается сейчас вот таким бирюзовым светом Это абсолютно не напрягает Данный автомобиль уже оснащен электрическим ручным тормозом Который у нас располагается на центральной консоли И находится в прямой досягаемости правой руки То есть достаточно удобно Также у нас здесь идет рядом розетка 12 вольт И справа еще идет какой-то кармашек Возможно для мелочи, для какой-то, не знаю Также у нас здесь есть два подстаканника с держателями И все это дело у нас закрывается таким вот интересным лючком Самое главное, что команда Ford не поскупилась на этот лючок Потому что в некоторых автомобилях, этого же ценового сегмента Вот эти подстаканники просто открыты Что как минимум некрасиво Здесь же можно все это закрыть И у нас все достаточно так смотрится красиво, облагорожено Это огромный плюс компании Ford Вот за такую мелочь уже можно сказать Также, чтобы расстаться в глаза То, что приемные части ремней безопасности У нас обклеены таким материалом Который будет предотвращать, наверное, какие-то нежелательные призвуки При вождении данного автомобиля На самом деле, от таких вещей и зависит общее впечатление автомобиля Здесь может стоять крутой мощный двигатель Там какая-то ходовая часть крутая У нового автомобиля, у любой марки все будет работать отлично И так как это находится где-то в скрытых частях автомобиля Это не видно непрофессиональному человеку Непрофессионалу и не видно на первый взгляд И что бросается в глаза Всегда там потенциальным покупателем Или владельцем данного автомобиля Это вот мелочи, которые мы можем потрогать Которые можем увидеть То, что бросается первым нам в глаза Как раз мы сегодня об этом и с вами и поговорим Что у нас далее имеется в этом автомобиле У нас селектор переключения коробки передач Установлен в таком подъеме центральной консоли По мне он выглядит достаточно просто Может быть я еще бы сюда поставил каких-то кнопок Потому что тут явно справа чего-то здесь не хватает Когда селектор КПП находится у нас в положении паркинг Некоторые клавиши как бы доступны Но уже нужно вокруг рычага Обходить как-то рукой, что-то у нас нажимать и так далее Но если мы переведем селектор автоматически коробки передач В положении Drive, то в принципе у нас вся эта консоль становится свободной Все находится в зоне досягаемости Везде может дотянуться Что мы здесь видим? Двух зоны климат-контроль Видим клавиши управлениями дефлекторами воздуха Куда будет у нас регулироваться подача воздуха Также здесь есть клавиши отключения парктроника Обогрев руля Открытие багажника Багажник в данном автомобиле оснащен электроприводом И видим информационный дисплейчик Дисплейчик выполнен, я бы так сказал, не очень современно Но информативность он несет И что в принципе и достаточно Плавно переходим к мультимедиа Здесь у нас установлен 8-дюймовый экран Вся аудиосистема здесь идет от компании Sony Потому что на VT-динамиках у нас идут шильдики Sony Поэтому я смею предположить, что здесь идет музыка от компании Sony Клавиши управления головного устройства находятся вот здесь Клавиши головного устройства, на мой взгляд, находятся не очень удобно Чтобы переключать, нужно будет руку как-то тянуть сюда Переключаться между аудио, телефоном, навигацией Нужно будет всю изъездить данную панель ладошкой Я так думаю, что это, наверное, все-таки дело привычки Но я бы перенес, наверное, все эти навигационные клавиши Как раз-таки куда-нибудь вниз На центральную консоль Чтобы это было доступно с подлокотника То есть все это можно было переключать Помимо того, что мы можем переключать режим магнитола с помощью тачскрина Так мы можем еще и переключать магнитолу и на клавиши Все клавиши у нас дублируются на самом дисплее Режим мультимедиа магнитолы можно переключать как с помощью дисплея Тачскрина, так и с помощью вот этих функциональных клавиш Сейчас мы переключим источник Источники переключаются здесь Включим USB Вот, также здесь установлена навигация Также данное головное устройство поддерживает функции CardPlay И функцию для подключения телефонов Android Сверху дисплея мы можем наблюдать вот такой козырек Над которым у нас находится отверстие для диска Автомобиль уже оснащен датчиками объема Оснащен системой GLONASS Эта система сейчас устанавливается обязательно во всех автомобилях Продаваемые на территории Российской Федерации То есть данный автомобиль соответствует всем современным требованиям безопасности Козырьки достаточно объемные, толстые Имеется зеркало с автоматической подсветкой Также можно козырек выдвинуть, чтобы сбоку солнце вам не слепило в глаза Также данный автомобиль у нас оснащен люком Люк достаточно большой, панорамный Клавиша управления люком находится в прямой досягаемости То есть все достаточно удобно На лобовом стекле установлен блок датчиков Здесь находится датчик света, датчик дождя Также здесь установлена система LIDAR Это система автоматической остановки автомобиля Которая работает от 15 до 50 км в час Автомобиль Ford Kuga имеет обогреваемое лобовое стекло Обогревается оно с помощью нитей Нити незаметно В принципе, если сфокусироваться на них туда, их можно увидеть Вот мы переместились на задний диван Здесь достаточно просторно То есть у меня коленки не упираются Да у меня и роста всего 175 см Автомобиль-то большой все-таки кроссовер Сиденья у нас установлены вот такие вот полочки Честно сказать, я не совсем понимаю, для чего это Ну, вернее, я так-то понимаю Да, здесь можно покушать Здесь у нас есть отверстие для стаканчика Может быть, какие-то документы заполнить Но в автомобиле я считаю это лишним Наверное, производители Ford хотели тем самым показать Что на данном автомобиле можно путешествовать Передвигаться на достаточно длительные расстояния И у вас все под рукой Вокруг одни удобства Дополнительный ВЧ-динамик установленный для задних пассажиров Ну и снизу имеем широкополосный динамик Все четыре стеклоподъемника работают в режиме авто И все они имеют подсветку Расстояние над головой достаточно для моего роста Так как автомобиль имеет панорамную крышу Плафоны у нас перенесены по бокам автомобиля Также мы имеем возможность регулировки наклона спинки сидений В принципе, достаточный диапазон Чтобы развалиться, вот так вот было бы очень удобно Посередине у нас располагаются дефлекторы воздуха для задних пассажиров Можно направить воздух в нужную сторону И отрегулировать его интенсивность Также сзади мы имеем розетку на 230 вольт Я, честно сказать, первый раз вижу данную розетку в автомобиле То есть сюда можно подключить какой-то бытовой прибор Какой бы хотелось подвести итог по данному салону Данный салон выполнен в таком футуристичном стиле Все очень круто Материалы отличные, использованы в данном автомобиле Все достаточно приятно Нет ничего лишнего И есть все, что нужно современному человеку Ну и теперь мы перейдем к тест-драйву Я тут смотрю, тут есть режим спорт, да, вот этот эско? Да. И что меняет в автомобиле? Поведение коробки передач или это настройки двигателя также здесь есть? Ну в основном это только поведение коробки передач То есть она держит мотор на более высоких оборотах Данный автомобиль у нас оснащен турбированным двигателем 1.5 Мощностью 182 лошадиных сил Есть еще комплектации с атмосферным двигателем Объем там 2.5 литра и... 150 сил 150 сил 2.5 будет крутящий момент 230 ньютон-метров Ага Здесь крутящий момент Подозреваю, что здесь где-то в районе 260 ньютонов А тебе хочу сказать, что по ощущениям автомобиля Я отлично чувствую габарит Вот сейчас нас на узкой дороге Объезжал грузак, да, если не ошибаюсь В принципе, отлично я ехал по краю дороги И все ощущается Вообще Ford себя позиционирует на рынке как марка, которая Дает людям именно управляемость Любой человек покупает этот автомобиль Получает не просто автомобиль, на котором он будет ездить каждый день Он, ездя каждый день на этом автомобиле Он получает удовольствие именно от этого автомобиля Если ты покупаешь там какую-то марку Где нет вот этого задора, да, по управляемости Нет вот этой рулежки В принципе, это будет автомобиль на каждый день А когда ты садишься, например, на такой автомобиль, как Ford Kuga Ford Focus, на базе которого была построена Ford Kuga Ты понимаешь, что на нем можно просто ехать постоянно Постоянно получать удовольствие Можешь спокойно проехаться Можешь зажечь где-то, да Очень удобные сидения Я еще раз повторяюсь Я таких удобных сидений Ну, я честно говорю Ни в каком автомобиле За до 2 миллионов рублей И чуть выше Я нигде таких сидений не видел Машина сделана для водителей Чтобы здесь балдел только водитель Но я когда сидел сзади Сзади также очень много просторного места Еще выручаю то, что спинки сидений регулируемые То есть можно в дальних поездках развалиться Что вообще круто Мне это нравится Это в современных автомобилях, мне кажется, должно быть обязательно Семейный автомобиль правильно рассматривается У меня двое детей Семья из четырех человек Мы любим куда-то ездить В данном автомобиле я знаю то, что мы не будем испытывать никакого дискомфорта Куда-то ехать далеко За 2000 километров даже ездить, например Я небольшое телосложение, некрупный человек И меня отлично удерживает боковая поддержка Покупатели этого автомобиля абсолютно разные люди Есть и девушки, есть и бабушки даже Есть и мужчины крупные, и мужчины Небольшого телосложения В принципе все довольно-таки удобно устраиваются Я хочу оператору обратить внимание То, что управляя автомобилем одной рукой Это говорит о том, что я полностью чувствую этот автомобиль В зеркалах видно отлично В зеркалах у нас предупреждение об обгоне Забыл представить нашего менеджера Александра Я вот что хочу спросить Я вижу, здесь есть подрулевые у нас переключатели Как переводить машину в мануальный режим? Практически одним движением, если ты коснешься лепестка Если повысишь, если коснешься правого Либо понизишься, если коснешься левого Он активируется с момента первого нажатия одного из клавишек Неважно, в каком режиме ты драйв или спорт ездишь, без разницы Ушли от кнопок, соответственно, на ручке КПП на селекторе И теперь практически с базовой комплектации доступны лепестки На данном автомобиле у нас установлены биксеноновые линзы и адаптивный свет То есть у нас получается фары следят за поворотом руля Восемь режимов различных Трассовый режим, городской режим Есть режимы езды по дворам А как эти режимы переключаются? Это автоматически, как это автомобиль выбирает? Или же это все через настраивание, через бортовой компьютер? Это все происходит автоматически Машина отслеживает, соответственно, скорость движения Как машина рулится Если едешь очень медленно, соответственно, включает городской режим Если едешь вообще там, крадешься, соответственно, она может перейти в режим дворы Многие не понимают, для чего, да? Что здесь кнопки обдувают? А на самом деле они обдувают именно вот паху в область, да? Вот это вот Скажем так, чтобы у тебя тут не мокрое вот тут было Кстати, да, вот здесь кожаные сидения Пожалуйста, ответы или решения от производителей Ford в автомобиле Kuga Вы потеть не будете на данных кожаных сидениях Все будет отлично Берите автомобиль, здесь все это уже решено Ford спонсируется компанией Sony в плане музыки В максимальных комплектациях в большинстве автомобилей появляются шейдлики Sony Это значит, что здесь стоит магнитола и динамики премиум-сегмента компании Sony Я занимаюсь профессиональным автозвуком, участвую на соревнованиях, собираю автомобили И данный автомобиль я сегодня рассматривал не только как семейный автомобиль И не только с точки зрения потребителя, что бросается в глаза, что хорошо, что плохо Но и также автомобиль для автозвука Здесь вот сейчас уже стоит штатная музыка И я считаю, одна из лучших в данном ценовом сегменте До двух миллионов Хотелось бы, конечно, добавить баса Но это уже, знаешь, это уже дело привычки, дело вкуса Я уже привык к сильно давящему басу И я уже просто без этого не могу Все желающие прокатнуться на данном автомобиле Послушать, какая здесь музыка Могут приехать по адресу Московское шоссе 116, правильно? Да Официальный дилер Ford Ellis Все верно Можете обратиться к Александру Он вам все покажет, все расскажет По поводу полного привода Здесь он идет через муфту Или же можно его подключить принудительно? Здесь идет через муфту Муфта довольно-таки хорошо справляется И в случае перегревов Вот я лично еще не видел, по крайней мере, на этом автомобиле Да и вообще в принципе То есть муфта хорошо переносит именно тяжелые условия эксплуатации И в перегрев ее ввести очень сложно Производитель пишет, что она даже не перегревается Не зря машины делят на классы То есть есть там какие-то спортивные седаны Седаны, хэтчбеки, кроссоверы, внедорожники То есть все-таки кроссовер это не внедорожник Это автомобиль, который сочетает в себе все плюсы внедорожника Ну не все, а часть плюсов И часть плюсов, например, того же хэтчбека Низкого спортивного автомобиля Неправильно будет сказать Или неправильно будет тестировать данный автомобиль На какой-то пашне Или на каких-то условиях дикого бездорожья Потому что все-таки это городской автомобиль Но на котором можно путешествовать На котором можно будет и по грунту поездить И по гравию Но все же это не внедорожник Но тем не менее Куга может позволить Залезть куда-то Если вдруг неожиданность такая Смотри, слева как раз что происходит Вот, пожалуйста, джиперы катаются А мы сейчас давай прямо за ними И все, и засадим автомобиль Может быть и не засадим, но кто знает У нас цель показать, как автомобиль едет по асфальту И показать, как он едет по легкому бездорожью Мы этот автомобиль, опять же, рассматриваем Как повседневный автомобиль С точки зрения реального потенциального покупателя Реальный потенциальный покупатель Не будет каждый день ездить По жиже, по какой-то, по грязи Здесь установлен датчик дождя Датчик света Свет работает в автоматическом режиме В дневное время работают ходовые огни Когда на улице становится темнее Датчик света определяет это И включает ближний свет Вот по поводу дворников Я как-то тоже периодично там смотрю Видел один какой-то блогер Сказал, что это ужасно Что дворники вот так вот расходятся Изначально это кажется дико Но когда ты понимаешь, когда ты едешь По какой-то грязной дороге И тебе окатывает грузовик И тебе эти дворники просто Эту лужу раздвигают со стекла И ты сразу все видишь В отличие от обычных дворников Где болтает туда-сюда вот это болото Начинаешь понимать, что это значительно удобнее Он раздвинул, у тебя сразу обзор появился И вода по бокам стекла Все, то есть Плюс еще знаешь в чем? То, что стекло раскрывается больше То есть правая сторона Мы видим больше Пускай там может кто-то скажет Вот этот угол правый верхний не рабочий Мы же не взлетать собираемся Но все равно психологически Когда у тебя стекло полностью открыто Ты более уверен будешь за рулем Касаемо шумоизоляции Здесь хорошая шумоизоляция Но хотелось бы, чтобы была бы еще лучше На Коге на самом деле очень хорошая шумоизоляция Мотор слышно где-то в районе 5000 начинает То есть когда ты крутишь, разгоняешь автомобиль Ну это и стоило уже дать Сейчас мы просто едем на зимней резине Есть такое шелестение Это именно зимняя резина На летней резине автомобиль очень тихий То есть мы спокойно сейчас общаемся Мы едем сейчас больше 100 км в час Автомобиль дорогу держит отлично Кочки съедает То есть очень такая плавность хода хорошая И мне нравится, что автомобиль Он и не мягкий, и не жесткий Он может быть ближе чуть-чуть к мягкому автомобилю Но это очень комфортно Автомобиль не кидает на поворотах Не кидает на кочках Очень уверенно я себя чувствую Данный автомобиль оснащен системой SYNC третьего поколения Которой гордится компания Ford Это система голосового управления автомобилем Протестируем Пожалуйста, назовите команду FM 105,3 Переключение на FM 105,3 Эта система, она уже третье поколение, соответственно, имеет Ford над ней очень хорошо поработал И сейчас ставит, начиная с 2017 года Ну, с модельного года 2017 Ставит на практически все свои автомобили Система разрабатывается совместно с компанией Нюанс Диалог Это компания, которая разрабатывает программное обеспечение Для айфонов, для гугл, соответственно И некоторые ее голос могут вспомнить по всем знаменитой Сирии Сегодня у нас будет потребительский тест-драйв То есть будет минимум каких-то технических характеристик Мы будем смотреть автомобиль с точки зрения потенциального покупателя Мы вам покажем именно то, на что вы обратите первое внимание Когда будете смотреть данный автомобиль Автомобиль мы выбираем сегодня до 2 миллионов Или чуть больше 2 миллионов рублей И сегодня у нас на тест-драйве автомобиль Ford Kuga У меня никогда не было во владении автомобиля Ford Я про эти машины не могу сказать ничего плохого, ничего хорошего Сравнивать с другими автомобилями я тоже сегодня не буду Я буду делиться своими впечатлениями Что мне здесь понравилось, что не понравилось Что бы, возможно, хотелось бы здесь изменить Предыдущий Ford Kuga я видел только на улицах города Автомобилей достаточно много Но прошлый Ford Kuga меня особо не привлекал Потому что у него, как я считаю, не было какой-то харизмы Не было агрессивности То есть он был недостаточно мужественным, на мой взгляд Что мы видим на передней части автомобиля Сразу в глаза бросается большая шестиугольная фальш-решетка радиатора Которая придает автомобилю агрессивность Далее фары, плавно перетекающие в крылья Которые уже оснащены светодиодными ходовыми огнями Биксеноновыми линзами В бампере встроены противопоманные фары Также здесь встроены парктроники, которые у нас также располагаются сбоку автомобиля Я так думаю, они нужны для помощи при парковке автомобиля Потому что данный автомобиль установлен так называемым автопилотом Парковаться он может как на параллельную парковку, так и перпендикулярную парковку Сегодня мы обязательно это протестируем, как работает у нас автопарковщик Сбоку автомобиль также имеет интересный дизайн Это какие-то линии, которые идут вдоль кузова То есть начиная от вот этого молдинга пластикового хромированного Перетекающий плавно в ручку передней двери И уходящий в ручку задней двери, которая затем уходит в задний фонар Также здесь у нас установлены сразу повторители поворота в зеркалах И здесь снизу у нас еще стоят в зеркалах фонарики вежливой подсветки То есть когда мы открываем двери, у нас загорается здесь лампчик Низ двери у нас закрывается за порог Что, соответственно, помогает нам не испачкать ноги Вот такую плохую погоду, которую у нас сегодня На автомобиле уже установлены рейлинги Данный автомобиль у нас в максимальной комплектации И что бросается в глаза при всей прогрессивности автомобиля Прогрессивности дизайна, современности автомобиля В глаза бросается вот этот лючок бензобака Который у нас открывается с пальца То есть низ По кругу автомобиля у нас установлены пластиковые, так можно сказать, демпферы Которые защищают автомобиль от вот такой травы То есть даже если мы их поцарапаем, мы их легко можем заменить Пластик все-таки дешевле будет, чем покрасить полностью дверь или полностью автомобиль У нас спрашивали по поводу клиренса данного автомобиля Клиренс здесь у нас сколько? 197 миллиметров По сути 200 Да, 197 миллиметров Сейчас мы обязательно протестируем Мы уже здесь проезжали как бы На наших российских дорогах Очень глубокая яма Автомобиль, можно сказать, адаптирован под российские реалии Я знаю, что мы здесь проедем, но мне все равно страшно Потому что я не каждый же день по таким дорогам езжу Данный уровень бездорожья, это как раз его среда Я в принципе думаю, что Форт Куга проедет по любой дороге Ну, если она сядет на пузо, то она там встанет Ну, мне кажется, так и практически любой внедорожник тоже залезет Тут уже разница в клиренсе Здесь клиренс у нас получается практически 20 сантиметров Это деревни, дачи, рыбалка куда-то, если не в самой дебри То есть автомобиль для активного отдыха Автомобиль для всей семьи Автомобиль на каждый день И на работу съездить То есть настоящий повседневный автомобиль Также интересуются люди по поводу расхода данного автомобиля Мы сейчас говорим про турбированный двигатель 182 лошадиных силы, 1,5 объема Я конкретно проверял на этом автомобиле С круиз-контролем 19 км в час по трассе проехался У меня расход в среднем показал 7-8 литров По городу, естественно, чуть побольше Но легко, в принципе, вкладываться 10-12 Для такого автомобиля это очень хороший показатель Так, сейчас мы протестируем систему автоматической парковки Которую обещали вам ранее Данный автомобиль может парковаться как параллельно, так и перпендикулярно И что самое главное, автомобиль может выбирать место для парковки И справа, и слева По умолчанию здесь идет выбор с правой стороны парковочного места Но если мы поворотник включим налево То у нас парковка перейдет, выбор места для парковки перейдет налево Итак, как у нас включить режим автопарковки Здесь у нас есть клавиша на консоли П и руль нарисованы Нужно нажать И на дисплее мы увидим режим парковки По умолчанию стоит режим параллельно парковки По повторным нажатиям на клавишу мы переключаем режим Вот, у нас сразу нашлось автоматическое место Но мы дальше проедем, посмотрим, как она выбирает места Также здесь еще есть третий режим Это выезд с парковки Чтобы приступить к режиму автопарковки Мы ставим селектор переключения передач в положение драйв Ну, в принципе, может быть, и нахад Движение Двигаемся по стоянке Соответственно, система у нас начинает сканировать зоны, где можно запарковаться В данном случае перпендикулярно Это он выдает нам, да, крыльцо перед дирижским центром Сейчас мы найдем вот это место, которое нам именно нужно Продолжаем движение Можем понять, соответственно, когда задняя часть прошла Вот, именно нашла сейчас нужное место Вот автомобиль у нас нашел место для парковки Теперь нам остается перевести селектор переключения передач в положение задней передачи Отпустить тормоз И автомобиль начнет движение сам Руль мы не держим Но необходимо все-таки Да Но необходимо управлять педальми газ-тормоз Чтобы автомобиль не сильно разгонялся И, может быть, если наоборот, нужно поддать газку В таких случаях, когда автомобиль, например, паркуется И мы видим, что есть опасность задеть другой автомобиль Мы можем поправить систему И, например, включив переднюю передачу Машина перерассчитает траекторию Вот она сейчас это делает И, соответственно, запарковаться немножко по другой траектории Вот, автомобиль нам советует остановиться Теперь мы опять включаем заднюю передачу Руль также не держим Машина сама себя корректирует Даем чуть-чуть газу Автомобиль, если у вас возникнет вопрос С какой стороны автомобиль оставляет место больше С стороны водителя или со стороны пассажира Приоритет здесь идет на комфорт водителя Но автомобиль все равно будет стараться Стать именно так Чтобы было место и у пассажира, и у водителя выйти Все У нас флажок, который говорит Вы припарковались Переключаем рычаг Паркинг Все, машина запаркована В общем, насколько может быть узкое пространство Куда система автоматической парковки Может посоветовать поставить нам автомобиль У двери есть несколько положений ограничителей То есть Доходим до первого ограничения Ограничителей двери Вот настолько должны быть открыты двери По мнению автоматической парковки Чтобы остановить автомобиль Что хотелось бы сказать в итоге Данный автомобиль мне понравился Полностью соответствует всем современным требованиям Как безопасно И всем тем требованиям, которые предъявляем мы потребителям Автомобиль сегодня я видел впервые Он на меня произвел определенные впечатления Хотелось бы выразить огромную благодарность За предоставленный на тест-драйв автомобиль Автосалон Ford Ellois Который находится у нас в Саратове Надеюсь, вам было интересно Подписывайтесь на канал Всем до скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok